Митинг протеста в Тишиневе продолжается. Площадь Великого Национального Собрания заполнена тысячами людей, которые требуют объявить досрочные парламентские выборы, отставки президента и реформирования властных структур. Они обвинили власти в подавлении свободы прессы, монополизации СМИ, нападках на журналистов. И кажется, что мы где-то уже видели подобное. Готовится ли здесь новый Майдан и каковы его цели, мы выясняли с экспертом накануне РУ, деканом факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александром Шатиловым. Я не исключаю, что здесь Майдан, как обычно, но он собирается явно не стихийно, он имеет определенное финансирование, организационную основу и Майдан, как обычно, финансируется и управляется из-за рубежа. По крайней мере, первые представления о Тишиневском Майдане такие. Правительство Молдавии, хотя и является прозападным, похоже, не желает участи Украины. Оно готово вести антироссийскую риторику, но вступать в открытый конфликт, пусть и не военный, не осмеливается. Поэтому стоящие за акцией США пытаются либо подтолкнуть существующее правительство к более решительным действиям по отношению к Приднестровью, либо добиться смены правительства на более управляемое, считает эксперт. Здесь не обязательно идет речь о прямом к вооруженном конфликте, но в Приднестровье можно зажать блокады, его можно создать массу иных неприятностей. Нынешнее руководство Молдовы, оно безусловно настроено антироссийский, но не так жестко, как это хотел бы в Вашингтоне, который рассматривает российские войска и российских миротворцев в Приднестровье, как некая возможность, с одной стороны, заблокировать, с другой стороны, выдавать в России претензии и поторговаться относительно российского военного присутствия ПМР. Александр Шатилов указывает на то, что главной целью является Россия. Сейчас на всем подсоветском пространстве США провоцируют нестабильность. Это Украина, это Таджикистан, Нагорный Карабах, Центральная Азия. США дестабилизируют пространство вокруг России, чтобы максимально распылить ресурсы и внимание нашей страны. Эксперт не исключает появление уже знакомых печенек Госдепа и в Кишиневе, но надеется, что правительство устоит. Они понимают, что здесь такого рода акции. Они устраиваются неспонтанно и известно, что, в общем-то, за ними стоит. Дальше будет многое зависит от того, вот как здесь Соединенные Штаты Америки договорятся, но я думаю, что руководство Молдовы, ну, наверное, пока устоит, но будет вынуждена занять более жесткую позицию в отношении России и, главное, российского военного контингента в Пренестровье. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok